Это теория о том, как могла бы быть устроена гравитация в области больших кривин. Человечество осознало, что такая задача есть. То есть люди, которые, в общем, решили, что это очень интересная наука, ей занимаются. Я один из этих. Аркадий Александрович Попов. Заведующий кафедрой геометрии Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета. Доктор физико-математических наук, доцент, член диссертационного совета КФУ. Добрый день, Аркадий Александрович. Я Полина. Вы занимаетесь самой загадочной темой – гравитации. Почему вы сделали выбор в пользу Казанского федерального, когда решили поступать в университет? Когда я поступал, там люди поступали по справочникам для поступающих в вузы, и кафедра общей теории относительности и гравитации была единственной в Советском Союзе. Так что вообще выбор был легкий, простой, не вызывал никаких сомнений. Так что, в общем, все было очевидно. В каком году это было? В 1976-м. Давно. Очень давно, да. Это и правда уникальная кафедра. Кафедра общей теории относительности и гравитации была первой в СССР. Открыта в 1960-м году профессором Алексеем Зиновьевичем Петровым. Кафедра общей теории относительности была создана геометром. Это, в общем, две близкие достаточно темы. Дело в том, что в общей теории относительности язык – это язык геометрический, это кривые, искривленные пространства. Поэтому, в общем, это совсем близкий область. Для того, чтобы понять, почему эти области близки, и почему единственная в стране кафедра теории относительности была создана в Казанском университете, и почему ее возглавил геометр и собрал вокруг себя других математиков и геометров, нужно чуть-чуть углубиться в историю. До XVI века ни о какой гравитации не было и речи. Вопрос о том, почему вещи и люди никуда не разлетаются, не возникал. Солнце и Луна тоже всегда были на своих местах и вращались вокруг Земли. Объяснения на это у греческих философов были достаточно простые. Все следует естественному движению и является частью царства богов. Однако астрономы Галилей и Браги обнаружили, что планеты, в том числе и Земля, вращаются вокруг Солнца, а не наоборот. Кеплер показал, что они движутся не по кругу, а по эллиптической орбите. Возник вопрос – почему? И на него ответил сэр Исаак Ньютон – потому что гравитация. Но вы помните легенду про яблоко? Ньютон выдвинул закон – есть сила, которая действует между любыми объектами, между Солнцем и Землей, между Землей и нами, и даже между двумя шариками. Ньютон назвал эту силу гравитацией. И 300 лет это было основой физики. Но в начале XX века появился Альберт Эйнштейн со своей теорией относительности и доказал, что гравитация никакая не сила, а следствие искривления пространства. А законы Ньютона – лишь частный случай при небольших массах и скоростях. Ткань пространства-времени изгибается под массой объекта, примерно вот так, как на опыте. И все объекты, находящиеся в этом пространстве, притягиваются к нему. И чем масса объекта больше, тем больше сила притяжения. Но возникает вопрос – каким образом объекты взаимодействуют друг с другом на расстоянии? Ведь нет никаких промежуточных объектов, никакой ткани, как на опыте. Вообще ничего нет, только пространство. А пространство – это что? Пустота? Как искривить пустоту? А может, оно только кажется пустотой? А там есть нечто? Нечто назвали гравитационным полем. Странное невидимое поле стали искать. Раз поле невидимо, но как-то распределено в пространстве, то ученые предположили, что поле и есть свойства самого пространства. Описать пространство геометрии Евклида не получится. У Евклида все прямое и перпендикулярное. А в пространстве нет ничего прямого. И для описания стали использовать кривую геометрию. Такую, как, например, геометрия Лобачевского, ну или Риммана. Они в целом про одно и то же. И были построены на объемных фигурах. Вот таким образом геометрии напрямую причастны к описанию и исследованию гравитации. А геометрия Казанского университета, как последователя русской школы, неевклидовой геометрии, особенно. А вот Лобачевские бояи, в общем, судя по всему, осознавали, что это новая наука. И она, в общем, много-много чего дала человечеству в понимании того, как все устроено. Лобачевский пытался даже в некотором смысле доказать, что он прав, он занимался астрономией. Он понимал, что вот все эти эффекты, которые связаны с этой новой геометрией, они могут проявиться, если вы возьмете там большие расстояния. И астрономические. Ну, точности приборов не хватило, к сожалению. Но сейчас, в общем, понятно, что геометрия устроена даже более сложно, чем предполагал Лобачевский. Я боюсь, что Лобачевский бы просто не понял, о чем сейчас говорят современные геометры. Появилось много новых понятий. Но не может все оставаться на том уровне, на котором было. Все далеко ушло от треугольников, пирамид. Язык стал другой. Объекты исследования стали другие. Все в мире существует, потому что взаимодействует. Взаимодействует все со всеми. От мельчайших атомов до гигантских галактик. Основных, как говорят ученые, фундаментальных взаимодействий четыре. Гравитационное, электромагнитное и еще два внутриядра, сильное и слабое. Ученым пока не удалось описать все четыре взаимодействия одним законом. Что касается электромагнитного, слабого и, пожалуй, даже сильного, то тут весьма и весьма большие продвижения, все замечательно. Открытие вазона Хиггса, это, собственно, одна из основных задач, ради которого создавался большой адронный коллайдер, было сделано. Это, в общем, такой завершающий кирпичик в стандартную, так называемую, стандартную модель. Но вот в отличие от трех тех взаимодействий, мы не знаем, как гравитацию проквантовать и как она устраивана при больших кривизнах. Еще начиная со времен Эйнштейна, а может быть и раньше, я просто знаю, что Эйнштейн пытался создать единую теорию поля. Я, к сожалению, не успел, и сейчас, к сожалению, мы к этому не продвинулись. Но, в общем, все осознают, что, наверное, можно, так сказать, создать единую теорию поля. К этому люди как стараются и двигаются, но тут успехов нет. Классическая физика времен Ньютона хороша тем, что ее можно пощупать, померить и легко себе представить. Она пригодна для описания процессов нашего материального мира. Но, как оказалось, в микромире, в мире атомов, ньютоновская физика ломалась. Там свои законы, и они очень любопытные. Так вот, минимальной единицей там считается квант. Он, этот квант, и является переносчиком единицы энергии. Его размер очень маленький – 33 знака после запятой, 10 в минус 33 степени. Оттуда же появляется термин «проквантовать», то есть описать на языке квантовой механики ни квантовую теорию или модель. Так вот, построить такую теорию для гравитационного поля не удается. Как в конце 19-го, начале 20-го века, так и сейчас сложилась ситуация, когда люди представляют себе, как устроена гравитация. Мы понимаем, что теория Эйнштейна хорошо работает в пределе слабых полей, но мы совершенно не представляем, как она устроена в области, где кривизна пространства большая. 10 минус 18 – это достижение большого адронного колорода. То есть мы понимаем, что на масштабах 10 минус 18 сантиметров геометрия устроена так, как мы это думаем. – Четырехмерное искривленное пространство время. Хотя вот на таких масштабах там никакого о никаком искривлении, конечно, речи не идет, но на достаточно больших масштабах пространстве искривлено. Но я не знаю, есть плоская поверхность, есть кривая поверхность. Есть плоское трехмерное пространство, есть кривое трехмерное пространство, чтобы представить, конечно, себе очень тяжело. Есть плоское четырехмерное пространство, добавьте еще туда время, есть кривое четырехмерное пространство. Вот геометрия, она, в общем, на больших масштабах, это искривление сказывается. Но еще раз, если вы живете на поверхности сферы, то вы почти не чувствуете вот этого искривления. Земля, в общем, все, наверное, верят, что она похожа на шарик. в маленькой окрестности, вы этого не видите. На больших масштабах можете увидеть из космоса. Посмотрите, увидите, что он искривленный. Так вот, геометрия до масштаба в порядке 10-18 см, она устроена вот, мы представляем себе как. Как на масштабах меньших геометрия устроена, мы не знаем. Хочется верить, что то, чем я занимаюсь, вот там может как-то проявиться. То есть, может быть, есть дополнительные измерения. Мысль о дополнительных измерениях приходила человеку в голову уже давно. Например, Теодор Калутце ввел понятие пятого измерения. Согласно его теории, свет – это колебание пятого измерения. Таким образом, он объединил теорию относительности Эйнштейна и электромагнетизм. Далее ученые предполагают, что для описания слабых взаимодействий требуется шестое измерение, а для сильных – седьмое и, возможно, восьмое. Далее эта гипотеза развелась в теорию струн. Там есть разные версии – 10, 11 или даже 26 измерений. В общем, ученые еще не определились. Теория струн – это попытка создать единую теорию поля, единую теорию всего, они так это говорят. Там, к сожалению, возникли проблемы, хотя там есть масса достижений. Начались попытки двигаться в сторону от этой теории струн, потому что вот не все удается, к сожалению. А какой темой занимается Ваша научная группа? Эта тема связана сейчас, по крайней мере, с так называемыми модифицированными теориями гравитации в пространствах с дополнительными измерениями. Ну, это область такая. Мы понимаем, опять, как я уже говорил, на самом деле, что гравитация должна быть устроена не совсем так, как ее описал Эйнштейн, а как. И вот попытки ответа на вопрос, как она должна быть описана. Является ли наш пространство четырехмерным? Я на всякий случай напоминаю, что помимо там XYZ еще есть время и в общей теории относительности, и в специальной теории относительности. То есть это, в общем, совершенно неразделимое понятие времени и пространства. И вопрос, а почему четыре? Вот чем число четыре выделяется среди всех остальных для нас? Может быть, больше? Может быть, почему не видим эти дополнительные измерения, если они есть? Ну и вообще, как устроена эта гравитация, которая отличается от Эйнштейновских при больших гравизнах? Вот это та область, которую я тоже занимаюсь со своими аспирантами. Люди даже не пытаются понять, как устроено пространство и время, как устроена геометрия пространства и времени на масштабах меньшим, чем 10-33 сантиметров. То, что дает большой адронный коллайдер, это 10-18 сантиметров. 10-33, 10-18. Вот там, вот в этой области от 10-33 до 10-18, там много чего может происходить. Там могут быть и кротовые норы, и квантовая пена этого пространства-времени, много чего. Кротовые норы – это такие туннели в самой ткани пространства-времени, и находятся они где-то рядом с черными дырами. Статья, посвященная кротовым норам, появилась первая в 1916 году. В конце 1915-го Эйнштейн прочитал, на семинарии выступил, опубликовал свою работу. Тут же сразу Шварцель, который сидел в окопах Первой мировой войны, удивительно, как это вообще можно было сделать, написал решение, описывающее черную дыру. А тут же в 16-м году Флан написал, а, пространство может быть искривлено, ну, например, давайте, вот кротовая нора. Все упиралось в то, как это вот искривить так, чтобы такая кротовая нора образовалась. Вот оказалось, для того, чтобы кротовая нора существовала, нужна вот эта вот экзотическая материя там с отрицательным давлением. Мы не знаем, почти, почти не знаем, тех веществ, которые обладают отрицательным давлением. Это, в общем, некоторая экзотика. Правда, люди давно знали, с времен эффекта Казимира, что вакуум квантованных полей такими характеристиками обладает. И вот это была первая мысль, что для того, чтобы создать кротовую нору, вот надо, значит, проквантовать что-нибудь, и вакуум квантованных полей, он, значит, позволит нам создать эту кротовую нору. Правда, я написал по этому поводу статью в одной из немногих, проквантовал квантованное скалярное поле с неминимальной кривизной в длинной горловине. Но, в общем, люди достаточно быстро поняли, что вакуум квантованных полей, скорее всего, если и создать кротовую нору, то с радиусом, ну, вот эти самые 10 минус 33 сантиметра или чуть побольше. Да что вы, это человек. Вот тут проблема не в том, чтобы человек туда пролез, а в том, вообще, понять, она там есть или нет. У нас же, я еще раз повторяю, нет линейок, которые такие масштабы мерят. Пойди узнаю, есть он он или нет, если у вас нет приборов, которые позволяют на этот вопрос ответить. Так что, ну, собственно говоря, и поэтому как раз академик Сорбинский говорил, что он не верит в кротовые норы. Но я еще раз повторяю, до сих пор появляется масса статей. Во-первых, появляются другие модифицированные теории гравитации, и это один путь, в рамках которых можно такие кротовые норы построить. Есть разные... Но человечество, оно, в общем, думающее, и поэтому она пытается что-то... Вот объекты интересные, хорошо бы, хорошо бы путешествовать через кротовые норы в другие, либо в удаленные части Вселенной, либо в другие миры. Это очень любопытно и очень похоже на фантастику. Если опуститься от четырехмерного пространства до уровня двумерного, то, я еще раз говорю, то кротовая нора – это вот у вас есть два стола и какая вот трубочка, которая их соединяет. Ну, в трехмерии это можно так себе представить. Вы проходите через какую-то сферу, а там еще одна Вселенная у вас. Вот здесь Вселенная, прошли через сферу, а там еще одна Вселенная. Ну, а если вернуться из других галактик на Землю? Знаю, что вы долгое время работаете в жюри Олимпиады по математике. Изменилась сложность задач и подготовка школьников. Школьники специально готовятся, есть преподаватели, которые занимаются подготовкой именно к олимпиадным задачам. И уровень задач возрастает, потому что если оставить задачи такие, как были там 20-30 лет назад, их решат почти все. Понятно, что люди это осознают, сложность возрастает, а как обратная реакция преподаватели готовят школьников вот такого сорта задач. В Олимпиадном движении на самом деле все хорошо, число участвующих все больше и больше. Ну, понятно, что это далеко не все, но, так сказать, те, которые способны на это, они там находят себя, и это, на мой взгляд, для них тоже полезно. Почему школьники достигают таких результатов? Они пока не задумываются о деньгах, они задумываются о том, чтобы их считали умными, если они на самом деле умными. Они тут пытаются так объяснить всем окружающим, это естественно, что они пытаются объяснить всем окружающим, что они умные, поэтому они да, идут, да. Я же говорил, что математика – предмет легкий, если захотеть. И вот такой стимул показать всем, что я самый умный, он заставляет идти заниматься дополнительно в таких вот, я не знаю, кружках, не кружках, как там их можно называть. Сейчас есть очень-очень умные молодые люди, которые меня прямо удивляют. Значит, у человечества есть шанс узнать, как устроена Вселенная? Если человечество себя не уничтожит, то, в общем, наверное, мы продвинемся. Ну, по крайней мере, предыдущий опыт показывает, что мы много чего достигли. Причем, я говорю, вот эта вот, так сказать, скорость нашего понимания окружающего мира прямо очень быстро растет. Раньше, чтобы продвинуться, хоть немножко, там должно тысячелетия, столетия проходить, а сейчас все быстрее, 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 быстрее. Я же говорю, во времена Лапласа, то я верю, что Лаплас представлял себе, как устроена вся наука целиком. Сейчас даже хороший ученый, он разбирается в совершенно небольшой области науки. Любопытство побуждает нас задавать вопросы, искать ответы и погружаться в новые области знаний. И это прекрасно. Я удаляюсь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok